Всем огромный привет, друзья мои. Напомню, что меня зовут Карина. С вами рубрика «Спроси Карину». Вы спрашиваете, я отвечаю. И поехали. Вопрос номер один. Карина, здравствуйте. Скажите, можно ли вернуть любовь? Можно. Почему нет? Можно вообще сделать, в принципе, всё, что угодно. Пределов человеческого разума и человеческих физических возможностей, они на самом деле гораздо шире, чем мы думаем. И любовь вернуть можно. Я это делала. Но, честно сказать, у меня другой вопрос встречный. А нужно ли? Потому что, как, опять же, показывает мой личный опыт, опыт моих друзей, и то, что я видела где-то в книгах, в фильмах и прочих источниках, которые призваны научить нас правильно жить, всё-таки чаще всего, чаще всего, я не говорю, что всегда, потому что это, наверное, бич моих ответов, что всегда находится человек, а у меня не так. Безусловно, никогда не бывают универсальные формулы, никогда не бывают 100%, чтобы один и тот же ответ подходил для всех. Нет. Всегда есть исключения, но, на мой взгляд, исключения, они всё же призваны подтверждать правила. И мой опыт личный и наблюдательный говорит о том, что чаще всего вот так. Но это не значит, что у всех так. Так вот, мой собственный опыт говорит о том, что чаще это не надо делать, чем надо. Почему? Потому что, возвращая старые отношения, возвращая любовь, как мы думаем, зачастую, хотя, может быть, она таковой и является, мы просто ходим подряд по одним и тем же дроблям. Если, скажем так, в нашей жизни при наличии первого появляется второй, мы всегда думаем, кого выбрать, нужно выбирать второго, потому что если бы первый был идеален, то второй бы не появился. А ещё лучше выбирать вообще кого-то третьего, потому что если возникают сомнения, значит, ни один, ни второй из них не те, кто нам нужны. Да, это понятно. А если мы говорим о возвращении в отношения, мы возвращаемся в отношения, потому что нам не было комфортней, потому что, когда нужно искать кого-то нового, это нужно заново привыкать к человеку, к его привычкам, к особенностям его характера, взглядам на жизнь, пристраиваться как-то к нему в постели. А проверенный партнёр – это всё-таки проверенный партнёр, да, и это достаточно удобно. Но, как правило, как я это вижу, чаще всего, возвращаясь в отношения, всё-таки один больше любит, второй принимает любовь. И, как правило, тот, кто любит больше, он старается вернуть отношения, но возвращается тот, кто любит меньше. Мне кажется, это не стоит объяснять, это и так понятно. И получается, что по прошествии какого-то времени, чаще всего, опять же, возникают новые сложности какие-то, потому что если бы их не было, то отношения, в принципе, когда-то бы не закончились. И получается, что снова тот, кто любит меньше, он снова уходит, или тот, кто любит больше, он понимает, что это пытка. А потом люди, как правило, сходятся снова, снова и снова, и это чёртова карусель, которую надо как-то завязывать. Поэтому, конечно, я на минорной ноте поговорила по поводу этого всего, ну, потому что опыт был. Поэтому, да, любовь вернуть можно, но я бы советовала, рекомендовала и настаивала миллиард раз думать о том, прежде чем это делать, а нужно ли это и принесёт ли это ту радость, которая хотелось бы, чтобы была принесена. Следующий вопрос. Карина, твоё отношение к неформалам? Вопрос от Макса. Итак, моё отношение к неформалам, мне кажется, я не должна сильно по этому поводу как-то разглагольствовать, потому что человек, который носит египетский крест бессмертия, человек, который в 29 лет заморачивается на перечитывании Гарри Поттера, властелина колец, верит, что после смерти он отправится либо в Хогвартс, либо в Средиземье, а человек, который мотается по рок-концертам постоянно, ну, не постоянно, но достаточно часто, скажем так, не может относиться к неформалам как-то иначе, кроме как просто к ним относиться. С другой стороны, есть такой интересный момент, который я лично считаю должен озвучить в этой теме, это момент, связанный с взрослением неформала. То есть в 15 лет это всё прикольно, в 20 лет это тоже всё прикольно. Но по достижении какого-то определённого возраста, это как раз-таки где-то около 30-ника, я считаю, что нужно немножко думать, как человек себя ведёт и как человек выглядит. Это очень круто оставаться в душе молодым бунтарём-рокером, но ходя на всякие, вот опять же, рок-концерты, я периодически вижу там мужиков, женщин меньше, больше мужчин, которые доросли уже до около 40 лет, особенно много было их на концерте «Боль памяти горшка», потому что ещё событие такое достаточно тяжёлое, которые когда-то, 20 с лишним лет назад, выросли на песне «Горшка», они примерно ровесники самого «Горшка», и эта музыка была в их жизни всегда, и они продолжают цепляться за вот это ощущение своего протеста, ощущение своего бунта, ощущение своей неформальности, стараются, продолжают выглядеть так, как они выглядели в 20 лет, но уже отросло пивное пузо, уже как-то проплешина появилась, умение следить за собой не появилось. Всё это выглядит, на мой взгляд, ужасно. То же самое, как бы, 40-летний эльф в плаще и занавеске и с лыжей вместо эльфийского меча, это тоже очень абсурдно. А при этом есть определённая категория мужчин, они чаще не в России, важный момент, я бы как-то не знаю, почему-то про мужиков заговорила на эту тему, но у женщин просто чаще это проходит более плавно. Категория мужчин, живущих не в России, которые в свои 40-50 лет, они остаются неформалами, они продолжают немножко своеобразно одеваться, это может быть в стиле каких-нибудь техасских ковбоев или чего-то подобного, слушать всю ту же музыку, но при этом они сохраняют грамотный баланс в своей жизни и в том, в какой плоскости находятся их интересы. То есть, грубо говоря, если они любят эту музыку, они продолжают её любить, и они там по субботам вечером собираются в баре с друзьями, чтобы послушать свои любимые старые песни, выпить пиво и обсудить какой-то концерт 30-летней давности или, может быть, даже сходить на концерт какой-то группы легенды, но при этом они остаются абсолютно социализированными в общепринятом понятии слове нормальной жизни. В России я таких наблюдала меньше, хотя, наверное, самый яркий пример как раз-таки такого человека я когда-то встретила именно в России. Мне было мало лет, ну, 19-18 где-то вот. Примерно так выглядела я тогда, очень понятно, как. У меня была короткая стрижка рыжая с задранными вот тут вот сзади волосами, ну, это модно тогда было так, петушиный хвост, вот, врезанных просто вот от жопы джинсах, в гриндерах, какая-то кожаная куртка, по-моему, на мне была, ну, понимаете, да, примерно, чёрные ногти. Я не могу сказать, что у меня всегда это было как-то такое пиющее, прям демонстрацией, но было, было, безусловно, и зелёные волосы я красила. Я ехала в маршрутке, и первый и последний раз в жизни познакомилась с человеком в транспорте. Именно вот, прям, познакомиться. После этого знакомилась один раз только на остановке со своим в итоге очень хорошим другом. Ну, короче, ко мне подсел какой-то мужчина, ну, мне он когда-то, конечно, очень взрослым, на деле, примерно, моих сегодняшних лет, может, чуть-чуть старше, то есть, там, где-то, с разницей у нас лет 12, наверное. Он подсел ко мне, подвязался на темную музыку, которая у меня играла из плеера. Он оказался байкером. Он оказался таким байкером, по которому я в жизни никогда не подумала бы, что он байкер, потому что он был одет абсолютно, насколько я помню, в такой, ну, вот, костюм в стиле casual. То есть, это не офисный, прям, суперделовой, но это был какой-то пиджак, это были какие-то то ли брюки, то ли джинсы, которые все это вместе смотрелось прям очень хорошо, гармонично. Оказалось, что человек работает в серьезную работу, по-моему, даже в банке он работал, если я не ошибаюсь, а по ночам гоняет на объездной трассе на мотоцикле. Вот таких неформалов я очень люблю. Мы какое-то время дружили, вот, там даже какая-то, был намек на небольшую интрижку, потом благополучно, собственно, я уехала в Москву, и как-то так наши дороги разошлись. Вот, но я до сих пор вспоминаю его, именно как это он, вот, человека, который повзрослел, он остался неформалом в душе, он не изменил нисколько своим каким-то жизненным принципам и взглядам, но при этом он абсолютно социализирован именно в понимании социализации в обществе взрослого человека. Вот я за таких неформалов всячески. А что касается юности, да господи, кто в юности не фриковал, о чем? Мне кажется, в этом вообще нет никакой какой-то проблемы. В юности я всячески за то, что каждый сам выражался так, как он может это делать. И лучше быть человек самовыражается через неформальный внешний вид и тяжелую музыку. Я говорю о неформалах именно в этом контексте, потому что мне этот контекст наиболее понятен. Понятно, что есть масса других разных неформальных проявлений, чем он самовыражается через какую-то трену. Хотя, с точки зрения родителя, наверное, все-таки вращение своего ребенка в неформальных кругах, с этим нужно быть осторожным. Потому что я, например, в свое время болталась в самой оторванной компании нашего. Уж районно так точно, мне кажется, члене города. И вообще, каким чудом меня не занесло во всякие нехорошие вещи. Я поражаюсь, и я поражаюсь нервной системе своей мамы, которая все это терпела и делала вид, что все нормально. Следующий вопрос. Смогла бы ты родить без мужчины, кто должен заниматься детским воспитанием? Имеет ли значение для ребенка традиционная семья? Мама, папа, бабушка, дедушка или же один из родственников с успехом сыграет несколько ролей? Итак, я сейчас рассуждаю сугубо в ситуации на данный момент времени. Потому что все может поменяться. Я не из тех, кто зарекается про никогда. Потому что никогда не говори никогда. Во всех остальных ситуациях это слово неуместно. Вот если говорить на сегодняшний день, нет, я не готова родить без мужчины. Я и с мужчиной это не очень готова родить. То есть даже если представить, что сейчас рядом со мной будет тот самый идеальный, умный, талантливый, всесторонне развитый, хорошо обеспеченный, идеальный мужчина с внешностью Эдриана Броуди, я даже при таком раскладе не уверена, что я готова родить ребенка. Вот прямо сейчас. Вот. Вот. Сегодня. Или забеременеть сегодня и привыкнуть к этой мысли за 9 месяцев. Но я не знаю, что будет со мной через несколько лет. Может быть, я решу, что все-таки есть у нас заповедь плодиться и размножаться, и нужно не остаться одной в старости, и решу родить без мужчины. Никто от этого не застрахован. Может быть, нет. Может быть, я стану сумасшедшей кошатницей, заведу себе 10 котанов, и буду шипеть на мелких детей уже в 40 лет. Я тоже не знаю этого. Потому что вот на сегодняшний день я не готова, но при этом я допускаю мысль о том, что через энное количество лет ситуация может поменяться, и мои взгляды могут измениться. Если говорить относительно полной-неполной семьи, ну, конечно, в прекрасном идеальном мире у каждого ребенка должны быть мама, папа, бабушка, дедушка, куча любящих дядь и тетей, старшие и младшие братья. И все это такая большая, прекрасная, дружная Санта-Барбара, дружная семья. Если говорить о мире реальном, все не так просто, потому что семьи бывают разные. И я зависла. И иногда, иногда, в некоторых случаях, детям лучше расти с кем-то одним из родственников, нежели расти сразу со всей своей семьей. Потому что если в семье, например, папа бьет маму, или постоянно какие-то конфликты, ссоры, недопонимания, или мама гуляет, или бабушка или дедушка выжили из ума уже капитально, то лучше такому ребенку, наверное, расти в отдалении от этих родственников. И тогда у него больше шансов вырасти нормальным человеком. Я сама росла в неполноценной семье. До трех лет у меня была полноценная семья. Когда у меня было 3-3,5, мои родители развелись. До 8 лет я жила с мамой, бабушкой, дедушкой. А когда мне было 8, дедушки не стало. У меня растили мама, бабушка. И вообще у нас полмира выращены однополыми парами, мама и бабушка. И по большому счету я не считаю, что у меня есть какие-то глобальные проблемы, связанные с тем, что я росла без отца. И последняя часть этого вопроса по поводу того, кто должен заниматься воспитанием ребенка. Тот, кто умеет это делать. Потому что, да, опять же, в идеально прекрасном мире этим должны заниматься все родственники, не перетягивая одеяло на себя, не пытаясь настроить ребенка за от себя против других родственников. Но в реальной жизни этим может заниматься тот, кто умеет этим заниматься. Потому что я, например, могу, если говорить об отношениях с детьми, уже таким постарше, конечно, я про совсем маленьких стараюсь вообще не думать, а такие вот около школьного возраста, я могу проверить уроки, я могу с ним посидеть, позаниматься, я могу привить любовь к чтению, любовь к образованию, любовь к знаниям, любовь к творчеству. Но я не могу привить ему любовь к другим людям, потому что я сама не дотрога, потому что я сама не люблю вот эти вот все телячьи нежности, там как-то обнять кого-то, поцеловать. Со мной небо на землю упадет, если я вдруг начну это делать чаще, чем при встрече человека. Я раздражаюсь, когда пытаются трогать меня. Человек незнакомый, если это сделает, он с большой долей вероятности просто получит по башке, в чем я сейчас не преувеличиваю нисколько, ну или я его обхамлю. И как бы вот человек с таким подходом к жизни вряд ли может научить обратному другого. Это логично. Поэтому вот тут было бы круто, например, рассуждая опять же теоретически, если там будущий отец моих детей, у него по этой части все больше в порядке, чем у меня, да, и он бы смог как-то привить детям именно какую-то там любовь к тактильности, любовь к каким-то обнимашкам или чему-то подобному. Потому что я точно не справлюсь с этим вопросом. Опять же, лучше, когда оба родителя принимают участие в воспитании ребенка, потому что и девочке нужен отец именно с точки зрения того, чтобы она понимала модель отношения с другими мужчинами. Это проще. И мальчику нужен отец. Это логично. Точно так же, как и девочке нужна мать, и мальчику нужна мать. Но не в контексте гиперопеки, а именно такого вот очень гармоничного воспитания, чтобы не было папиных дочек, маменькиных сынков и всего тому подобного. Как-то я очень много на эту тему поговорила, но как-то так. Поехали. Следующий вопрос. Что, по-твоему, больше всего отталкивает мужчина и как вести себя с мужчиной, чтобы его заинтересовать? Понятно, что ты интересна сама по себе, но что делать не очень уверенной в себе девушке, как, на твой взгляд, быть женщиной-магнитом? Спасибо. Так, ну давайте начнем с того, что женщина-магнит – это как бы не про меня. Ну вообще, мне кажется, это и так очевидно, и так понятно. Да, я, может быть, интересна сама по себе. Как сказал недавно мой сосед про другого человека, говорит, ну я же могу вызывать, ну хоть из спортивного интереса, ну если только из шахматного. Вот я и вызываю шахматный интерес. Со мной прикольно поболтать, со мной интересно поговорить, пуститься в какие-то авантюры. Я на вопрос, на предложение полезть на крышу не спрашиваю зачем, а спрашиваю на какую. Вот. То есть в этом плане да. Я прекрасно знаю, что я… Давайте так вот сейчас, небольшой диагноз моего… моих взаимоотношений с противоположным полом. Я всегда привлекаю очень определенную категорию парней. Это мальчики из хороших семей, с хорошими мозгами, с большими перспективами. Со мной им интересно, потому что я задаю умные вопросы, они глупые, я всегда выслушиваю, я не кручу носом относительно каких-то их гениальных идей и больших шансов на Нобелевскую премию. Я понимаю, чем я их привлекаю мозгами. Я не говорю, что я там умнее всех женщин на планете, но объективно я все-таки вхожу в какую-то категорию, если не лидеров, то достаточно эрудированных людей. И со многими другими барышнями, зачастую гораздо более красивыми, и показателями внешне, может оказываться скучно в этом плане. Что я поддержу разговор практически на любую тему. Но мне с этими ребят... И второе, что их привлекает, это опять же вот эта готовность полезть на любую крышу, способность жить сегодняшним днем, повиноваться собственным каким-то эмоциональным посылам и порылам, зная, что иногда это приводит куда-то. Не самые благоприятные истории вводят. А при этом мне с ними очень скучно. И вторая категория мужчин, это парни как раз-таки совершенно оторванные, которые готовы на все и сразу. Но если я чувствую свое интеллектуальное превосходство, я начинаю проедать плешь. Если человек также показательно демонстрирует свою какую-то показную глупость, то я проему эту плешь. Я буду придираться к словам, к ошибкам, к опечаткам, к чему угодно, к внешнему виду. Я знаю, что это плохо, но так есть. Соответственно, такая категория, она сливается обычно быстро сама. И третья категория, это та категория, которая как раз-таки нравится мне, но с которой у нас обычно либо прям совсем френдзона, либо эти парни либо уже женаты, либо что чаще, они просто геи. Это категория мужчин, которые и умные, и хорошо выглядящие, и при этом с пивобахом. Ни друзей, ни геев и ни женатых я таких в своей жизни встречала мало. Поэтому про женщину магнит, да, все понятно. Все стало сразу понятно. А относительно того, как нравится, все люди индивидуальные, каждому нужно свое, каждому нравится что-то конкретное. Нет универсальной формулы, работающей на всех людей, просто потому что это человек, и у каждого человека есть какие-то свои особенности, какие-то свои тараканы, свои приколы, свои вкусовые предпочтения. Одному нужна писаная красавица, которую будет приятно вывести в свет, а все остальное ему не важно. Другому будет нужна умная женщина, с которой можно вместе ломать какие-то научные копии и добиваться чего-то вместе, как равные партнеры. Кому-то нужна искательница приключений, с пивобахом на всю голову, готовая сорваться завтра, ехать в Тибет, прыгать по крышам и что-то еще. Четвертому нужно просто хороший бэк-саппорт, горячий ужин и чистая квартира, когда он возвращается вечером с работы, и женщина, которая его просто выслушает. А пятому нужна женщина, которая просто будет абсолютно расслаблена в постели, и все остальное его в принципе не будет волновать. Шестому нужно все это вместе и сразу. И все они будут по-своему правы, и каждому конкретному человеку нужно искать отдельный подход. И нет, здесь универсальной формулы, ее не будет. Просто нужно искать человека, с которым вам комфортно, чтобы не подстраиваться под него, и не быть женщиной-магнитом, и не пытаться как-то доработать себя. Это я, наверное, говорю в первую очередь самой себе сейчас. Доработать себя, отредактировать себя, чтобы как-то ему понравиться, быть собой и нравиться, потому что ты естественная. Мне кажется, как-то так. И, наверное, последний вопрос, и будем на сегодня закругляться. Карина, привет! Назови, пожалуйста, фразы, которые тебе нравятся. Не обязательно твои кредо, пусть это будут они откуда угодно. Знакомые, как говорят, из фильмов, из книг, или рекламный слоган понравился, или просто атмосферные словечки. Относительно слов-паразитов я недавно у себя обнаружила фразу-паразит «черт возьми, черт побери». Никогда до этого за собой не замечала, но после того, как в одном из видео упомянула это 10 раз за 20 минут ролика, поняла, что что-то тут не так. Я люблю вводные слова, я люблю вот эти вот связующие фразы, я ими периодически перегибаю в речи, стараюсь себя контролировать, не всегда это получается. Если говорить про цитаты и выражения, я зачитаю то, что у меня на стене ВКонтакте висит в любимых цитатах, и на самом деле это действительно до сих пор так. Хотя составляла этот список уже давненько. Итак, первая цитата. «Самые жаркие уголки в аду оставлены для тех, кто во времена величайших травмственных потрясений сохранял нейтралитет», сказал это Данте. Следующая фраза. «Смелость – это не отсутствие страха, а понимание, что есть что-то значительно большее, чем страх. Если смелые не живут долго, то осторожные не живут совсем». Это из фильма «Дневники принцессы». «Тезис красота спасет мир, неверен в корни. Красота спасет душу, которая сама по себе и есть мир». Это, по-моему, Жан-Жене служанки, но я не уверена. «Элизабет Костова – историк. Я люблю головоломки, как всякие ученые, стоящие своего жалования. Награда за наше ремесло – возможность заглянуть в глаза истории и сказать. Маска, я тебя знаю. Ты меня не одурачишь». «Дрон Рональд Толкин». «Рональд Труэл Толкин». «Сильмариллион». «А может быть, Эра вложила в меня огонь больше, чем ты предполагаешь?» Слова Феонор говорит посланнику Валар, когда он предупреждает его о том, что они не справятся со своим походом в главе «Исход». Опять же, Жан-Жене служанки. «Очень легко вступать в заговор с ветром и брать в союзники ночь». В общем, в принципе, люблю это произведение. «Принимающий зло без сопротивления становится его пособником». Это Мартин Лютер Кинг. Фраза, которая, в принципе, характеризует всю мою жизнь и отношения с противоположным полом. Я посмотрела на него и поняла, что мы созданы друг для друга. Поэтому я устроила скандал и выгнала его вон. Логично. Сериал «Секс в большом городе». И одно испанское выражение, я не буду уродовать свой язык и пытаться произнести это по-испански, скажу по-русски. У человека есть две самые важные и удобные вещи. Это удобная постель и удобная обувь. Но проблема в том, что, получая одно, мы тут же теряем второе. Ну и фраза, которая, наверное, характеризует всю мою жизнь, это «белая порнография, черная философия, территория победившего распиздействия». На этой торжественной ноте я буду заканчивать. Спасибо за вопросы. Если вы хотите задать еще что-то, обязательно пишите мне. Лучше на электронную почту. Спасибо за внимание. Пока-пока.